Приказываю выступить на охрану государственной границы Российской Федерации. Погранзастава в селе Веселое. Приказ на охрану границы. Вид пограничного наряда – дозор. Группа отправляется в устье реки Псоу. По этой водной артерии проходит государственная граница с Абхазией. В обход пограничники отправляются вместе с казаками. В таком составе они работают вместе уже девятый год. Таково соглашение между Краевым погрануправлением, Кубанским казачьим войском и администрацией региона. Казаки – это все-таки местное население. Нам они оказывают существенную помощь, несут службу непосредственно в пограничных нарядах, непосредственно на государственные границы. Ну и зачастую просто передают информацию об обнаружении лиц, которые, возможно, пытаются нарушить государственную границу. Люба готовится, покушается на ее нарушение. Казаки вместе с пограничниками ведут контроль за въездом, временным пребыванием и передвижением людей и автомобилей на сухопутной границе. На морской проверяют береговую полосу, причалы, наблюдают за местами отдыха и рыболовства, за передвижением малых плавсредств. Работы всегда хватает. Также очень много помогаем в ремонте пограничных застав, в ремонте именно там, где поводки проходят, сносятся все пограничные сооружения. Мы приезжаем, бригадами начинаем все это работать, все делать, полностью помогаем, сколько надо, столько выполняем нашу задачу полностью. Всего на погранзаставах в Сочи несут службу порядка 40 казаков. Вообще, чтобы попасть в ряды защитников границы, они проходят особый отбор. Исаул Виктор Леньшин из потомственных казаков. Бок о бок с пограничниками неприкосновенность родных рубежей защищает два года. Говорит, это особая честь. Во-первых, работа нужная, потому что охрана границы – это первостатейные обязанности даже казака. Потому что времена Екатерины, казаки всегда везде стояли на охране границы и рубежей России. Поэтому это нужная работа. В 2016 году в пограничной зоне выявили порядка 2,5 тысяч нарушителей правил пограничного режима. Это вдвое больше, чем в 2015. Ну а пограничная зона в Сочи – это большая территория. Она включает часть Нижнешиловского сельского округа, а также южный склон хребта Аибга. В районе Эстостатка ниже горнолыжных спусков. И для пребывания в пределах 5-километровой от границы полосы необходим специальный пропуск. Но и если жителей и гостей Сочи, которые знают, это правило будет больше, то и работы у защитников рубежей станет гораздо меньше. Рината Шипулина, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.